Здравствуйте! В эфире программа «Иркутск без границ» и сегодня мы расскажем вам о людях, которые живут благодаря футболу. Игра номер один в мире уже давно объединила повсюду сердца миллионов. От солнечной Южной Америки до суровой морозной Сибири в нее играют дети, взрослые, представители старшего поколения. Не остались в стороне и особенные дети, ведь футбол сближает их и дает им надежду. Одна из особенностей детей с синдромом Дауна – упрямство. Порой они сопротивляются и не хотят что-то делать. Но, по словам родителей, если они чем-то заняты, то делают это увлеченно. Наталья Туманова, мама семилетнего Андрея, говорит, ребенок во время тренировок чувствует себя счастливее и по-настоящему уверен в себе. Мы занимаемся второй год, отдали в секцию, потому что таким детям очень важно вырабатывать командные какие-то навыки, слушать команды тренера, подчиняться и быть в коллективе детей, которые такие же, как он. У нас секция разделена на две группы. Это старшая группа, младшая группа. Мы ходим, естественно, в младшую. Но очень нравится, потому что ребятишки здесь себя проявляют по-новому. Они учатся коммуницировать между собой. Восьмилетний Савелий Шагаев, по словам его мамы Евгении, любит не только футбол. Еще одно его хобби – рисование. И, занимаясь своими любимыми делами, ребенок живет. Учится новому, находит друзей. Занимаемся мы уже, получается, второй год. Очень ему нравится. Правда, бывают протесты, но когда он приходит на тренировку, он сразу все растворяется здесь. Бегает, прыгает, доволен, запоминает все то, что ему говорит тренер. Работать с особенными детьми дано не каждому. Он совсем молод, но для них – Дмитрий Сергеевич. Тренер Дмитрий Надежкин прошел специальное обучение. Признается, сначала было тяжело, но сейчас он рад видеть счастливые лица своих воспитанников. Поблажек нет. Прежде чем дети получат мяч, им предстоит разминка без него. На ней наставник старается уделить внимание каждому. Он сразу нашел контакт с родителями. Они помогали ему сначала. Сейчас Дмитрию без проблем удается построить подопечных на тренировку. Мне предложили поработать с детьми. То есть сразу сказали, что будет очень сложно. Я думаю, ну хорошо, давайте попробуем. И все, я начал, мне понравилось. И как бы дети. Мне интересно с ними работать. Интересно учить их чему-то новому. Секция адаптивного футбола в организации «Радуга» работает уже второй год. Проект направлен на развитие детей с синдромом Дауна. Главные цели – оздоровление, физическое развитие и взаимодействие друг с другом. Занятия спортом бесплатные. Сейчас в организации «Радуга» тренируются более 30 детей. Внимание подобным секциям уделяет и администрация города. У нас не очень много организаций, которые занимаются развитием адаптивного спорта. Но, тем не менее, этот спорт развивается. И мы стараемся оказывать им поддержку, таким организациям. Вот сегодня вы можете увидеть, как у нас будет открытие сезона под активным футболом. Одно из направлений, которое у нас общественная организация «Радуга» ведет. И мы пытаемся, конечно, здесь всячески оказать поддержку. Организация «Радуга» продолжает развиваться и принимать в свои ряды новых детей. Футболом здесь занимаются 16 человек, 13 – плаванием. Они давно открыли секцию смешанных единоборств. Там уже занимаются шестеро. Футбольный сезон начался, и впереди у особенных детей новые победы. Прежде всего, над собой. Александр Гаврилов, Евгений Шарыпов. Иркутск. Без границ.